Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскресе! Сегодня 28 апреля 2019 год, и мы продолжаем разбор пособия по изучению Евангелия от Марка, 10 глава, с 32 по 45 стихи. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот, мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам. И поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанна, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» И отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышав десять, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельмоз же их властвует ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». «Они чувствуют, что с ним происходит нечто особенное, а может быть они испытывают и смутные предчувствия великих предстоящих событий. И святой ужас охватывает их. Мы так свыклись к фактам страдания и смерти Христа, что потеряли правильную оценку невообразимого величия этого события, а также и всего ужаса его для самого Христа, Святого Сына Божия. «Чем существо стоит выше в своем развитии, тем глубже оно чувствует, как все во Христе должно было возмущаться при одной мысли об ужасе смерти и о том, чтобы находиться во власти грешников и духов злобы поднебесной». Ефесянам 6.12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». «Он шел навстречу грядущим событиям сознательно, добровольно, с невыразимым томлением и скорбью». Лука 12.49. «Огонь пришел я не извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Чаша – символ скорби. Псалом 10.6. «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, а гони серый и палящий ветер, их доля из чаши». Исайя 51.17. «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». Марка 14.36. «И говори, лава, очи, все возможно тебе принеси, чашу сию мимо меня, но чего я хочу? Ничего я хочу, а чего ты?» Повторили пройденный материал, чтобы было в контексте понятно. Дальше сейчас идем. «Крещение – это погружение в данном случае в скорбь». То есть нужно уяснить, когда говорил Господь о крещении, когда он спрашивал, можете ли креститься тем крещением, которым я крещусь, они сказали «можем», и он им пообещал, что да, будет у вас. То есть в данном контексте нужно понимать, что крещение – это погружение не в воду, а в скорбь. И вот мы считали на прошлом занятии «бездна, бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды, твои воды твои прошли надо мною». Кто помнит, о какой бездне говорится, вернее о двух безднах? «Давайте, подключайтесь. Игнать Тихонич, вас не слышно. Не слышно? Игнать Тихонич, не слышно вас. Так, или это у меня отключен? Нет. О! О! Не слышно, Игнать Тихонич. А меня слышно? Напишите. Меня слышно. Игнать Тихонич, вас не слышно. Посмотрите, а. Игнать Тихонич, вас не слышно. И он нас не слышит. Так, ну что же делать-то? Отключить его, что ли? Да заново подключить. Что посоветуете? Да может он и не с нами разговаривает. Свернул окно и там в другом месте где-то. Ну а звук-то у него в колонке-то? Или он может так сделать, что он себя может отключить, нас-то как? Игнать Тихонич, вы выйдете, а опять зайдите. Ну я его тогда отключаю, потому что это не дело. Без него нам тяжело будет. И обратно сейчас его подключу. Потому что он и молился, наверное, микрофон не включил. А меня хорошо слышно, да? Еще раз. Да, хорошо. Все. Что-то у меня не получается. Игнать Тихонич, я вас сегодня слышал, сейчас вас слышат. Я вас отключил, обратно подключил. Вы что-то говорили, а никто... А что я говорил, слышно разве было? Нет, не слышно было. Ну я тут записываю, тут сейчас позвонили мне, срочно материал подготовить. Вы меня не выключайте, я буду здесь. К вопросам как раз будет. Еду в другой город, тут нужно срочно заполнить диск. А, то есть, ну понятно. Так у меня все как бы включено, но я сам записываю на свой аппарат. Все, теперь понятно. А то вы что-то говорите, мы думаем, что нам, а оказывается вы не нам, да? Откуда что брали. Так вот, два получается, одновременно тут включена работа. Так, ну вы тогда микрофон отключите на скайпе, чтобы вы нам не мешали. Все. Сначала то, что было. Нет, вы не отключили микрофон, Гнать Тихонич. Вот сейчас, да, все. Так, ну а мы продолжаем. Вот Гнать Тихонич на два фронта работает. Так, давайте тогда без Гнать Тихонича. Я думал, что он отвечает на мой вопрос. Он на прошлом занятии отвечал. Кто помнит, бездна бездну призывает голосом водопадов твоих? Какая бездна, какую бездну? Отвечайте. Бездна милосердия Божьей. Бездна грехов моих бездна милосердия Божьей призывает. Правильно. Вячеслав, молодец. Так. Приходится, видите, вчера на прошлом занятии на середине остановились и нужно будет повторять. Так, так самоуверенно и так далее. Как самоуверенно ответили апостолы? И чем все это кончилось для них? Впоследствии они в другом духе приняли эту чашу и крещение. Крещение. То есть, когда они говорили, что да, можем, они были совершенно в другом духе. То есть, они не о скорбях об этих не думали. А что за скорби? Давайте порассуждаем. Вот говорится здесь, что чем выше человек к Богу, тем сильнее он эту скорбь ощущает. Вот кто может разъяснить, о какой скорби? Говорится здесь, имеется в виду. Вот крещение, погружение в данном случае в скорбь. Когда им говорят, крещением, которым я крещусь, будете креститься. Вот. А какой скорби? Поактивнее давайте, не бойтесь, если ошибетесь. Гонение. Что? Погромче. Гонение. Гонение. За веру. Гонение за веру. Да. То есть, он праведный. То есть, это вот скорбь, а как бы о несправедливости на этой земле. Я святой, грешный, люблю людей, помогаю. А меня гонят злые люди. Они имеют власть надо мной. Но это, чтобы понять не было. То есть, вот тебе вынесли спиртный приговор несправедливо и глумятся над тобой. Понимаете, у вас какая скорбь. Мне не приходилось такого испытывать. То есть, мне не было такого, что не осуждали, несправедливо. А вот Игнать Николаевич, он как бы шутка такая была. Он его когда в тюрьму посадили за веру. Вот. Но. И его мама пришла в тюрьму передачку-то приносить. Ну и все там рассуждают. Вот моего там сыночка-то ни за что посадили у всех. Сыночки сидят ни за что. А мама Игнать Николаевич говорит, а у меня вот за дело, говорит, его посадили. За дело. Так вот. И вот этот скорбь действительно. Те матери врали. А может и не врали, может действительно сейчас сплошь и рядом убрать не в погонах. Заказали человека, осудили его. Кому-то дорогу перешел. Денег взятку дали судье. В тюрьму. Представляете, какая скорбь. Это ладно там, ты знаешь, что ты рано или поздно выйдешь там из этой тюрьмы, отсидишь там. Ну а когда смерть, уже все. Так, меня слышно? Да. Слышно, хорошо. Да, Наталья, что-то напишите Наталье, что это у нее, что меня слышно. Вот, сейчас она присоединилась. Так. Так, микрофончики смотрите там у кого. Проверьте микрофон. Да, теперь слышно. Если что-то не слышно, вы отключайтесь и заново подключайтесь, и тогда восстановится. Псалом 48.1. Бездна, бездну, так, прочитали. Деяние 12.2. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. К чему этот стих? Непонятно. Так бы спросить у Игната Тихонича. Он же составлял это. Может, у кого-то есть мысли на сей счет. Откровение 1.9. Я и вам, брат ваш и соучастник, в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патном. За слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Вот этот стих понятен. То есть, о скорби говорится. То есть, он посадили в темницу. Вот и написано. Брат ваш и соучастник в скорби. То есть, скорбь. Когда на невинных людей, на христиан устраивают гонения, злые люди неправильные. Это, конечно, скорбь. Нужно не отчаиваться. А то был такой случай. Одна женщина, Игная Тихоновичу, помогала очень много. Она предприниматель. И для лагеря жертвовала много. А потом так случилось, что товар у нее пропал. То ли грабители, то есть поезд. В общем, она потерпела большие убытки. И она отчаялась. И оконы сожгла. И все. Да где этот бог, что он мне не помогает. То есть, вот такое бывает. Часто случается. То есть, человек не выдерживает. И вместо того, чтобы за скорби бога благодарить, потому что верующему все содействует ко благу. И гонение на христиан, кровь христиан, это семя христианства. Он 40 мученик, вспомните. И один уверовал, который воин, который их мучил на озере. Видя веру, их мужество, и тоже вот. Не придется ли каждому христианину отведать эту чашу в некоторой мере? Вопрос. Ну и тут, даже сейчас не будем гадать, тут сразу деяние 14.22 дается и ответ. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». То есть, уже в книге Деянина говорится, что была такая вера и поучение, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И обычно эти скорби наступают незадолго после того, как человек принял крещение. То есть, душа еще не утвержденная, и дьявол со страшной силой нападает на эту душу, как бы ее смутить, ну или обольстить, обмануть, вывести с пути истинного. Вот, поэтому нам нужно к этому быть готовыми, знать это, и кто проходит оглашение с крещением, не торопиться. А то, может так случиться, что вот многие у нас потерпели кораблекрушение, вере, может быть, даже вот из-за этих скорбей и гонений. Так, и дальше вот нам ряд мест в Писании предлагается. Первая Петра, 3.19. Давайте их все сейчас откроем и прочитаем. Там, следующее место, Ольга Сивоненко и Анна, 3.5.8, открывайте. Ну и следующий, кто не, Галатом, 1.4. Вот, я сейчас пока первый буду открывать. Первая Петра, 3.19. Побыстрее нам прочесть. Первая Петра, 3.19. Которым он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедал. Это здесь говорится о том, «Когда Господь, вероятно, сходил в ад после своего распятия». 20 стих. «Некогда непокорным, ожидавшим у их Божьего благотерпения водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». То есть вот этим душам, видимо, «Господь проповедовал». То есть они ждали, верили, а остальные-то, ну что? Тонули, не поверили. Так, следующее место Писания. Ольга, Иоанна 3.5.8. Нет, Ольги с нами. Здесь я... И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Да, то есть тоже вот этот скорбь от того, что вот безгрешный человек страдает за грешных. Но это вот равносильно, что вот вы знаете, допустим, убийцу. Вы видели этого убийцу, вот как он убивал человека, но вы там присутствовали. А появились вот лжесвидетели, которые сказали, что это вы застрелили человека. А вы знаете, что вы невиновны, но вас идут на расстрел. и что у вас в этот момент в вашей душе будет происходить. И вот как христиане, мы должны делать так, как наш Господь заповедал нам, и так делать, как Он. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Молитва за врагов. Оболгали, оплевали, заушали. Так, следующее. Галатам 1.4. Читайте, кому там задание давал. А никому не давал, никто и не... Не это, который дал сейчас... Давайте я прочитаю. Давай. Так как Он избрал нас. Галатам 1.4. Галатам 1.4. 1.4. Так как Он избрал нас в нем. Нет, не то. Послание к Галатам. Первая глава, четвертый стих. Подожди. Я просто из книжки. Подожди. Немного... Который дал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. По воле Бога и Отца нашего. Вот Галатам 4.1. Уже прочитали, да. То есть здесь тоже, то есть сам себя за грехи наши, как бы вот... А для чего Он это сделал? Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. То есть это воля Божия. То есть Отца нашего. Вот. То есть все это... Впереди мы читали вот о скорбях, вот об этих вот... Крещениям, которым я крещусь, вы можете креститься. И вопрос, а мы, обыкновенные христиане, не апостоли, будут у нас эти скорби и гонения? Да сплошь и рядом. Сейчас пока тихое, мирное время. И мы молимся, чтобы Господь по милости своего продлил, чтобы могли уделять... Чтобы было еще уделять нуждающимся, чтобы работа была, чтобы все, как бы жизнь была тихая, безмятежная. Это тоже угодно Богу. Мятеж это что такое? Революция, войны, кровь. Тоже, как бы, ничего хорошего. Но, также Писание говорит, проклят, кто меч Господень удерживает от крови. То есть, когда чаша переполнена, беззаконник. Вот. Великая Отечественная война, когда безбожная власть коммунистическая и фашисты, вот два дракона стали биться друг с другом. Вот. По-другому никак нельзя было людей обратить к Богу. И потом уже Сталин обращается к братьям и сестрам. То есть, он уже... Речь как бы православного христианина. Многие его к лику святых как бы возносят, что он сохранил Россию. Как политик, да, молодец, сохранил Россию. Но Христос нигде не учил сохранять Иерусалим. Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, разрушено все будет все. За грехи ваши. Он нигде не готовил там повстанческое переворота. То есть, в нем видели этого вождя, но этот вождь, как вождь, политически не оправдал их надежде. И он в их глазах стал предателем Родины. И они его распяли, большей частью, скорее всего, из-за этого. Галатам 3.14 еще предлагается. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? Ой, если бы только без пользы. то есть, тоже вот, а претерпели вот, а польза какая есть от того, что претерпели? Да, конечно, есть. От этого вера наша укрепляется, потому что мы в этих скорбях, гонениях у нас, мы же преодолеваем эти скорби с помощью силы Божьей и веры. силу Божьей она усиливается. 1 Фессалоникийцам 5.10 Умершего за нас, чтобы мы бодрствуемли или спим, жили вместе с ним. То есть, не нужно забывать, что Господь умер за нас. Когда мы были еще грешниками, так Писание говорит, только настолько Бог возлюбил, что отдал сына своего единородного адабы. Всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Закон Божий глазит возмездие за грех смерти. Ева этому закону не поверила, поверила дьяволу, который ее обольстил, обманул тем, что сказал, что нет, не умрете. И вот какой-то плод, казалось бы, ну что там такого? Да что, у Бога плодов этих, что ли, что ему жалко, что ли, плодов? Нет, грех не послушались, и сейчас миллиарды людей из-за этого плода умирают, то есть все мы смертные. Иоанна 10-10. Давай я прочитаю. Давай. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Да. То есть здесь вором назван дьявол. Вот что характерно в Писании и Господь тоже вором называется, приходит как тать ночью, то есть неожиданно, никто не ожидает. Дьявол вором назван и Господь вором назван. Также и львом и Господь назван и дьявол назван львом. То есть в смысле что Господь лев как царь, а дьявол лев как хищник ища кого поглотить. Вот такая удивительная книга Библия, что одно и то же живое существо совершенно с разных сторон трактуется, смотря в контексте о чем говорится. Поэтому нужно знать толкование смысл прочитан всегда. Второе Коринфянам 5 глава с 15 по 21 у кого есть? Римлянам 4 9 дальше смотрите. Второе Коринфянам пока открывал забыл 5 15 15 21 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древняя прошла, теперь все новое. Все от Бога Иисусом Христом примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает нас от имени Христова просим примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Он всякий раз удивляется, как мы не знали, что именно в этот день будем эти места читать. Но у Бога все вымерло. Как раз Пасха Христова эти места как раз говорится о его смерти и воскресении. Ни раньше, ни позже. Римлянам 4.9. Читаю, Сергей Павлович, блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера менялась в праведность. Да. то здесь говорится, что вера меняется в праведность. Вера Авраамова, в чем вера его заключалась? Он верил, что Господь силен его сына воскресить. И Бог настолько его любит, что просит сына заколать. проверка сейчас как бы кто из вас готов пожертвовать сыном ради Бога. Да, нет такой веры. Авраам поверил, эта вера менялась ему в праведность. А на прошлом занятии читали, кто оставит жену, детей ради меня и Евангелие. То есть, ну, как от ребенка отказаться? Как? А он неверующий, он не верит. И Господь даст тебе детей верующих. То есть, ты и жену оставь ради меня. Как оставить? Но она неверующая имеется ввиду, препятствует тебе идти к Богу. Поэтому Господь в данном случае благословляет разойти здесь. То есть, это не единственный случай, когда разрешает Господь разводиться. Вот. Может быть оставить ее на время, пока она не уверует, просто не жить с ней. Потом, когда она уверует, опять сойтись. Откуда ли ты знаешь? Жанны глаголы говоришь. Что? Странные глаголы ты говоришь? Что странного? Странные глаголы говоришь, говорю. Что странного? Я цитирую Библию. Для мира, для мира, наверное, он имеет ввиду. Странные глаголы для мира, конечно, кто с женой оставит? Ради вас. Для мира. Хорошо. Сами-то подключайтесь. Зеленый говорит. Сейчас Игнать Тихонич просит подсоединиться. А что ты имел ввиду, Виталий? Поясняй тогда. Связь, к сожалению, плохая. Я буду говорить, опять прерывается. Мне я не принимаю Сергея оставить жену. там все. Это если она неверующая, ну, как там, не хочет жить, тогда ну, да, если не хочет. Она не хочет, она неверующая, но она или он там, я не знаю. А инициатива со стороны верующего не должна происходить, развода не должно быть. Такого нет. Аминь. Аминь, да. Господь сказал эти слова, то он там не сказал, кто оставит жену и детей ради меня и наваги, тому при жизни это востукрат воздастся. Вот. Ну, если эти слова как бы сказаны, значит, я их неправильно толкую, или мы неправильно их понимаем. Ну, не буквально же принимать. не буквально же принимать. Вырви глаз там. Выткни локо свое. Давай буквально будем Евангелие принимать. А что ты городишь-то? Оставить слово стоит, но на время значит оставить. А как по-другому? Растолкуй ты как правильно. Ну, нельзя оставлять. Но Господь сказал, кто оставит? Не надо их на первое место ставить. Имеется в виду, понимаешь, люди ставят семью там на первое место выше Бога, понимаешь? ценности в иерархии ценностей там жена выше Бога. Очень часто такое было. Или муж там, или семья там, или дети и все. Вот это имеется в виду, я думаю, так. то есть на первом месте Бог, тогда все остальное на своем. Если на первом месте жена, тогда неправильно. Это имеется в виду. Я так думаю, Сергей? Да, я принимаю, я согласен, я попячес. Мне это толкование больше нравится. Нельзя же он оставлять, если они того не желают. Конечно, а то даже в Жития Святых мы считаем оставил и ушел монастырь, семью. Это прославляется, между прочим. Я тоже считаю это неправильно. Однако это прославляется, Дмитрий Ростовский Жития Святых. Она вообще в мужскую одежду залезла, мужской монастырь сбежала. Я это тоже не принимаю. А церковь принимает. что получается мы против церкви идем? Поэтому мы занимаемся и разбираем все это. Не зря там Игнатий Тихонович колокольчик бил на многих местах, когда читал. Да. И ты вот я сейчас сказал раз колокольчик безвяхнул правильно. Молодец. А другие промолчали, проглотили и все. Может быть это проверка была. Так, Титу 2.14. Ну вообще-то можно взять толкование блаженного афилакта и прям зачитать и как он растолковывает. А то просто вот Сергей вы сейчас говорили свое мнение, Виталий говорил свое мнение. Можно взять афилакта и посмотреть и все сразу принять. Давайте открывайте. есть такая возможность. Напомните пожалуйста какая глава и какой стих потребует минуты времени. Сергей Павлович я нашла. Говори. Нашла. Москве 19-29 Матфе 19-29 вы толкование? Нет я открываю 19-29 сейчас Там если есть возможность на экран вывести нет? Нет я книги буду я нашел Зачитываю толкование 19-29 Матфея Слышно меня? Да, слышно Хотя Петр, как человек бедный По-видимому, не оставил чего-либо большего Но знаю, что на самом деле И он оставил многое Мы люди обыкновенно И не за немногое держимся крепко А Петр, кроме того Оставил все мирские удовольствия И самую любовь к родителям Отказался от сродников От знакомых и даже от своей воли И ничто так неприятно для человека Как своя воля Впрочем, и все означенные страсти Восстают не только на богатых Но и на бедных Уже ли в самом деле сядут, как говорит Господь? Нет Под образом Седение означает только преимущество чести Но уже ли сядет Иуда Который был там вместе с другими Когда Господь сказал сии слова Так же нет Ибо это сказано о тех Которые решительно последовали Христу То есть до конца А Иуда не до конца последовал ему Бог часто обещал блага достойным Но когда они изменяются И становятся недостойными Отнимают у них эти блага Подобным образом поступает он И с непокорными Часто грозит им Но не посылает беды Как скоро переменится Дмитрий, извините, остановитесь, пожалуйста Это 27 стих Вы не то читаете Это не об этом речь идет А здесь просто толкование Начинается именно 27-30 Здесь конкретно нет Толкования стиха 29 У меня есть А у меня нет Ну вот я нашел Толкование 27-30 И я начинаю читать 27-30 Ну вот я нашел толкование Подождите, братья, не спорьте Говорит это не с тем Чтобы мы оставляли родителей Беспомощными Или разлучались с женами Но научает нас Благоугождение Богу Предпочитать всему плотскому Виталий прав Так как от проповеди Евангелия Имела возгореться брань между людьми Так что дети должны были Отрекаться от отцов То Господь и говорит Кто оставит ради Евангелия Плотское родство И вообще все плотское Тот и в 7 веки Получит все это Во 100 крат более И в будущем жизнь вечную То есть здесь Фефелак четко говорит Четко И Виталий был прав Просто Виталий говорит А мне кажется И вы Сергей Павлович А вот я тоже думаю Ну вот здесь Фефелакт он точно подтвердил Внение Виталия Точно Вот тут дальше давайте Про жену Потому что вот о семье Речь идет Потому что в другом месте Господь о жене говорю Не разводиться с мужем И кроме вины Пролюбодеяния Здесь еще как бы Лазейка такая Она не верующая Поэтому я не говорил так То есть я говорил Что оставить ради Евангелия Если не верующая Препятствует То есть Препятствует Это значит Она не хочет жить С тобой А как быть Если она хочет жить С тобой И препятствует Тебе Муж допустим Говорит Я хочу жить с тобой Но ты в церковь ходить не будешь Я тебе башку-то Пором сейчас раскалю И жена идет Навстречу Говорит Кали И после этого случая Он никогда больше На нее руку не поднимал То есть он понял Что вера И развода не получилось Но жена Сказала Я не буду тебе подчиняться В этом плане Вот и все А другой момент Когда Муж их говорит Так Сегодня Идем в Идальское капище А завтра в церковь Согласна Жена говорит Нет Не согласна Тогда разводимся Хорошо Это ты сам решил так Иди Входи В Идальское капище А я буду ходить В православный храм Это твой выбор Дорогой Мой муженек Неверующий Я не имею права Тебя удерживать А оставлять Ради Евангелия Жену Это вот имеется Ввиду Сказано Что на первое место Бога ставить А семья на втором Так Че ты Наталья написала Пость Да Вот Наталья Выставила То что прочитали Пусть колет Если в живых Останется Потом Ни в коем случае С мужем Не соглашаться В его прихоти И хотению То есть имеется ввиду Когда Муж препятствует И все И угрожает тебе Ну все Значит ты будешь Мученица за Христа Твой муженек родной Неверующий Отправит тебя в рай На это тоже Нужно иметь веру И жизнь с неверующими Супругами Это конечно Соборный крест Сергей Павлович Я даже добавлю Игнатий Тихонович Даже По поводу Вот этого стиха Он даже ссылался На какой-то собор По моему Поместный Там Ладикийский Либо может быть Карфагенский То что там Есть такие слова Что всякие Оставляющие жену Семью Там детей Под видом благочестия Да будет под клятву Вот и все Да То есть этот стих Неправильно Перетолковывали Вот как я Нет Собор все правильно Писновил Как раз таки Мода на монашество Началась И ее все сразу Зарубили Как раз таки Вот и все Да Он настругал Десять ребятишек А кормить не охота Пойду-ка я в монастырек Там меня Сами будут Прихожане кормить Там подадут На подаяние Да И всякая Точка Ставит здесь Хорошую Все четко Слава Богу Разобрались Благодарение Виталию Все Вы извините Если что Я тоже Могу ошибаться Братья Бодрствуйте Так На чем Мы остановились Господи На Титр 2.14 Давай Который дал себя за нас Чтобы избавить нас От всякого беззакония И очистить себе народ Особенный Ревностный К добрым делам Аминь Аминь То есть Все говорится Здесь О смерти Христа Для чего Это было Далее Читаем Смерть Христа Имела Определенную Цель Он Не смотрел На свою Кончину Как Например Мужество И верности Своим Принципам Сократ Или Как На печальный Финал Идеалиста Мученика Его Смерть Была Актом Добровольным Так Ну давайте Остановимся Про смерть Христа Понятно Он Добровольный А вот Эти Вот Впереди Сократ Приводится Или Печальный Финал Идеалиста Мученика Что это Пример Мужества И верности Своим Принципам Сократ Кто знает Расскажите Можно сказать Да Ну Сократ Это мудрец Особенно Известный И В одном месте Его признали Что он Развращает Молодежь Его принудили Выпить Цикуту Яд И он Выпил Вот это Сократ Первая строчка То есть Недобровольно Лишен был жизни Но он Выпил И так Человек Который идет Допустим Александр Там Матросов Или Зоя Космодемьянская Да Они герои Ну если верить Написанному Все как есть Но они шли Недобровольно Поднимитесь Повыше Игнать Тихонович Повыше Поднимитесь Повыше Поднимитесь А то вас Не видно Вот так Вы опять Склонились Или камеру Пустите А так Верно А тут Христос Пошел за грехи Людей страдать Вот и делается И сравнение Вот и все Спаси Христос Ивана 10 18 Никто не отнимает Ее у меня Но я сам Отдаю ее Имею власть Отдать ее И власть Имею опять Принять ее Сию заповедь Получил я От отца моего То есть Говорится О жизни Христа То есть О добровольном Его Желании Умереть За грехи Людей Всякую минуту Он мог отказаться От такого Исхода Христос То есть Матфея 26 53 Или думаешь Что я не могу Теперь умолить Отца моего И он Представит мне Более нежели 12 легионов Ангелов Представляете Какой соблазн У вас Это когда Петр Вытащил По-моему Меч Из ножен И По-моему Одному Из первых Священников Ухо Отрубил И Христос Как раз Ему повелел Обратно Засунуть Сказать Слова Да То есть У него Возможность Избежать Смерти Было Об этом Эти слова И говорят И как Человек Он Как бы Противоречит Доминует Меня чаша Сия Но Когда читаем Дальше Запятая Идет Но Не как Я хочу Но как Ты Как человек Он не желал Смерти А как Бог Он желал Смерти Сына Дабы Другие Благодаря Этой смерти Могли Избавиться От грехов Слава Богу За все Аминь Вопрос Но он Не желал Не желал Но он Все равно Как и по Человечеству Все таки Он смирился И согласился Я правильно Понимаю Ну Правильно Конечно Правильно Понимаю Правильно Понимаю Потому что Апостолы же Были люди Это же Не боги Были Вот И они Тоже Как люди Крещением Которым Я крещусь Будете Креститься То есть И скорби У них были И гонения А Петр Он даже Перед смертью Говорит Вы только Меня переверните Вверх ногами Его добрая воля Когда Распинать Будете Но Каково Было бы В каком Случае Наше положение То есть Если бы Он согласился На то Чтобы Его 12 легионов Ангелов Спасли От смерти Тогда И куплений Не было бы Да Аминь Не только Высокое Учение Принес Принес Христос Но Искупление Вот Фильм Есть Такой Рекомендую Посмотрите Искупление То есть Он Нас Искупил Из Ада То есть Закон Божий Возмездие Очень сильный Фильм Короткий Очень сильный Возмездие За грех Смерть И Этот Закон Не приложен Он должен Исполниться Мы Должны Умереть За грехи Наши Вечной Смертью Не просто Временной Тело Умерло И все Как многие Сектанты Учат Потом Лопух На могиле И дальше Ничего Нет Нет Если Есть Грех А мы Человече Человечество Согрешило Будучи Нетленным Адам Он был Нетленным А согрешил Стал Тленным И мы От него Рождаемся Все Тленными И цель Нашей Жизни Вернуть Вот это Нетление То есть Царство Небесное В котором Раньше Жил Адам И Ева Но Оно Уже Сейчас При жизни Наступает Царство Божие Внутрь У вас Есть Когда У тебя Мир С Богом Ты Примирился И не Грешишь И Слушаешь И И И Поверил Что за Те Грехи Которые Ты Совершил В том Числе И Первородный Грех Он Есть Грех То есть Во Грехе Родила Меня Мать Моя Человек Рождается Уже Вот он С Печатью Тления С Печатью Греховности Он Не Рождается Вечным Так Скажем Не Нетленным Рождается Тленным И Чтобы Нам Из Тления Перейти Вне Тления Должна Быть Смерть Кровь Пролита Такого Закон Божий Бог Не Может Простить Ничего Просто Так Потому Что Его Закон Он Не Может Свой Собственный Закон Нарушить А А иначе Для чего Было бы Единородному Сыну Всевышнего Воплощаться То есть Если бы Не было Искупления За грехи А зачем Тогда Все Он Это Сделал Бог Мог Б Послать Людям Для Такой Проповеди Ангела Или Выдающегося Пророка Или Учителя Действительно А зачем Такие Жертвы Ангела Сказал Все Верьте Вот В Ангела И Спасетесь Перестаньте Грешите Все Всякая Вина Погашается Только Страданием Это Закон Божий Провинился Отвечай Вор Должен Сидеть В тюрьме Украл Выпил В тюрьму Как в том Фильме Ответственно Римлянам 4.25 Который Предан За Грехи Наши И Воскрес Для Оправдания Нашего То есть Это мы Четко Должны Себе Усвоить Предан За Грехи Наши То есть Мы Согрешили Все Согрешили Все Лишины Слава Божьей А для Чего Воскрес Для Оправдания Нашего А как Он Нас Оправдает По Вере Нашей Поверив То Что Мы Умерли Ой Вернее Что Он Умер За Наши Грехи Тогда Мы Будем Оправданы Только В этом Случае Если Мы Поверим Что За Нас Умер Христос А Если Человек Не Верит Что За Возмездие За Грех Смерть Ну Что Его Не Веря Его В От Приведет Первое Коринфянам 15 21 Ибо Как Смерть Через Человека Так Через Человека И Воскресение Мертвых То Что Здесь Имеется Ввиду Смерть Через Человека Имеется Ввиду Адам Я Так Понимаюсь И Что Меня Поправ А Через Человека Воскресение Мертвых Человека Иисус Христос Он Тоже Назван Сыном Человеческим Два Исправним Позволь Сказать Позволяю Нам Трудно И Почти Невозможно Начать Маленькие По Божьему Сегодня Считают Считают Что Формалины То Молекулы Миллиарды Сто Время После Мучений В огне Покаяния Тогда Это Католическое Чистилище Будет На месте Стоять Вот За это Как раз И говорил Осипов Алексей Ильич Его Считают Католиком Масоном Я Сейчас Посмотрел Какие ролики О нем Монахи Выступают А больше Ничего Нет Он И говорит А за что Мучиться И как Мучиться Как Это Вечно Смысл Понятен Тут Бог Сказал И Ни Одно Слово Нам Непонятно Потому Что Слово Вечность И вот Почему Теперь Говорит Умер Христос Я Никогда Раньше Так Не встречался С этими С мусульманами Вот Они Здесь Выходят Ну У меня Каждый день Многократная Встреча Ну Минимум Десять Мусульман С которыми Я Беседую Он Согласен Совсем Говорит Христос Воскрес Он Говорит Воистину Воскрес А Разве Он Умирал Тут же Сразу Говорит Он Культурный Он И два Миллиарда В это Не верят 1300 лет Идут Ложим Путем Ложим В том Смысле Что Он Умер Умер И он Взял Мой Грех На себя Я Одно Выражение Сказал Люди Не понимают Никак Его Бог Никогда Никому Ничего Не Прощает За так Он Не может Это Свойство Божие В этом Его Любовь Вот Мы должны С этим Согласиться Ну А почему Все Адамов Дети Уже Раз мы Стареем Умираем Значит Адамов Грех У нас В Адаме Все Согрешили Все Надо Согласиться Никак Нельзя Объяснить Вот К Христу Подходит Дьявол Задает Три Вопроса Достоевский Подробно В братьях Карамазовых Это все Объясняет Великом Инквизиторе В этих Трех Вопросах Заключены Все Вопросы Мира Правление Антихриста На этих Вопросах Будет Хлебать Чудо Авторитета Требует Человек И как Никак Просто Надо Соглашаться И Христос Отмечает Когда Дьявол Он Ну мог бы Сказать Ну и дальше То Видел Где он На небе Нет Христос Цитирует Ветхий Завет Цитаты Три раза И три ссылки Это говорит О том Что мы Не понимаем Велищество Этих Строк А по мне Так они Пусть бы Другие Были Слова Нет Христос Точно До буковки Произносит Я тогда Начал Дальше Размышлять И мне Это напомнило Фильм Моисей Когда он Получает Скрижали То огненный Какой-то Как поток Летит Как лента И вокруг Скалы И она на скалу Падает И камень Плавится И оплавленная Падает на землю Как кожура Вот слова Христа Имеют нечто Подобное И когда их Считаешь Сатана Обожженный Отскакивает Это в житии Павла Препростого Такая есть История Ну как это Я не знаю Он такой Простой был Ребятишек Сколько у него Домой пришел И захватил Жену Когда жена Там любовалась Она Ну конечно Как отскочил Он говорит Нет Ничего А его спрашивают Она тебе нравится Ну Я спрашиваю Нравится Нравится Тебе он нравится По хорошему Нравится Ну вот и все Воспитывайте детей Я пошел Простите меня Христа Роди подался И нашел Антония Великого У дверей его остал Тот ему не открывает Тебя не выдержать Ну день Два Три Четыре Пять Он ничего не делает Около дверей стоит Антоний понял Он умрет Но не уйдет Павел Препростый И когда К Антонию Привели Потом уже Когда он Подвиги совершал Девицу Она бесноватая Антоний говорит Мне ее не знать Беса Этот бес Очень сильный бес Его можете знать Только простотой Своей Павел Антоний не может Когда привели Сказали ему Беса гнать Так он отшатнулся Да какого беса Как я могу Да вы что Это Ава сказала А Ава сказал А он босиком А там камень лежит Накаленный Может градусов 60 Он скачил на него Там из подошвы Дым идет Не уйду Бес Выходи из него Бес завопил Вся боль пошла У него из ног На беса Который в девице В этой был И бес сразу вышел То есть Бог вот так Как бы переменяет Наказывает Чтобы мы поняли Есть Сфера Где нам непонятны Человеческие градусы Человеческое рассуждение Вот они Пытаются Ну как вот так Бог один и три Да тебе зачем рассуждать Как Это Божья Самая великая тайна Ты или принимаешь Или не принимаешь Святые отцы Доказывали эту тайну В семь столетий В семьсот В восемьдесят седьмом году Только успокоились Потому что уже Седьмой Вселенский собор Прошел Рассуждая о Божьем величии И прочее Мы должны брать Другие категории Другую шкалу измерения Вот я что хотел сказать Отошел Так давайте Вопросы Наверное Да Да Так Сергей Ты книги отправил? Сегодня воскресенье Скорее всего Они не работают Поехал я Завтра отправлю Ну ладно Мне звонили Насчет диска Ладно пока Будет отправлен Ко мне заедут Давайте вопросы А здесь я не вижу Наверное нету Вячеслава Семенова Нету Я ему напишу Шахмату Алексею Викторовичу Приглашение Приехать в Потеряевку С 10 июня До 10 октября Со своей семьей Я ему домик дам Если он приедет Завтра Игорь В 9 часов Игорю Добунову Там Пенсию ему Не дают Какую надо Завтра там суд будет Ну кто знает Игоря Можете помолиться О нем Там чтобы В студиях Как-то маленько То есть Он там работал Сколько лет А ему засчитывать Не работал Работал Инженером Георазведки Золото добывали Это же Несправедливо Так Ну еще Если ничего нет Так Можно продолжить Вы смотрели Как у нас Богослужение было Как концерт был Мы 4 ролика Выставили сегодня О нашем Пасхальном Вечере Ночи Проповедь Вашу Когда что смотрели 20-минутную Которую Перед Трапезой Да Концерт Понравился Концерт Понравился Очень Очень Особенно Как соловей Поет Понравилось Как поет Этот человек Его звать Тимур Да Он из Мусульманской Семьи Ну вот Так Понравилось Нашей девушкой Галина Зятя Воспитает Ты что-то Торопишься Сестра Батюшка Сильно Беспокоится Говорит Я большой беды Жду Сразу же Сказал А батюшка Так просто Не скажет Я все Объяснил Все говорил Ну и тут Дальше еще Сказать Игнатий Тихонович Там дети Сначала Вступление Пасхи Начали Рассказывать Не очень Понравилось Мы с детьми Смотрели Даже до того Смешно было А что смотрели Именно вот Пасха Именно так Ну как там Эта царица Говорит Расскажите мне Кто такое Что такое Пасха Ну и там Когда начинает Выходить Не знаю Кто это Там Это Все организовал Ну очень красиво Очень хорошо А вот смотрите Кто-то сегодня Коснулся Мои ответы На Максима Козлова Священник МГУ Кто тут Отзывы давал Это Анатолий Анатолий Его нету Это очень Большой материал Я там Разбираю Ответы Алексея Второго Первого Нет Алексея Второго Ридигера Вот И Когда был он Метрополитом Кирилл Гундяев Старая Брященского Адриана Ответ Среди Всех Из Шестидесяти вопросов Только Шесть Правильно Это как раз На нашем сайте Разбор ответов Они мне это Никогда не простят Игнатий Тихонович Надежда Придумал Или где-то В другом месте Взяли Я не знаю Не спрашивал Да Очень Что Иордан У меня Оп рядом Течет Ну Вот Тот Опять Что-то Скажет Так Да У нас Все Это Есть Я Выехал Зачем А для Веры Мне Ничего Не Надо Молитвой Мы Проникаем До Престола Божия Да Так Игнатий Тихонович Аминь Да Там Ворует Говорит Ужасно Как Сумочки Выдергивает Из рук Там Маленькие Воришки А это Еще Передон Кисляков Описывал Вот Свои Книги Когда Он Побыл В Ярусалиме Ну Вот Сразу Отпугнуло Торговля И Продажа Да Вот У нас Нету Евгения Он Тут Все Мог бы Рассказать Трапко Ну Еще Давайте Дальше Я там Тоже Был Знаете Тихонович Все Слово Слово Я там Был Два Года Назад Мне Не Один Раз Предлагали Прям Домой Приезжали Ну Бутыльки Дали С водой Иорданская Куда Их Применить Ну Стоит Он У меня Место Занимает Пылится Ну Вроде Иорданская Вода У нас Тут Источник Рядом Из-под Тюрьмы Течет Где Расстреляли Монахинь Там Все Так Аккуратно Сейчас Сделано Никуда Ехать Не Надо Пасх Пасх От слова Пас Из детского Концерта Да Правильно Песах Еврейское Слово Исход Ну Еще Ничего Если нету То ли Дальше Или Расходимся Трапеза Трапеза Всех Разморила Похожая И все Спать Захотели Игнатий Тихонович Молитвы будут Утренние Продолжаться Да В том же режиме Хорошо Тут надо Подключить Я не вижу Надежда Васильевна Это и здесь Или нет Она хорошо Это все Знает Давайте Наверное Завтра Пропустим Потому что Завтра В 8 У нас Богослужение Ага Ну так вот Успей сказать Завтра Никак Батюшка Приехал Уже Завтра Не будет А вот Во вторник В 4.40 А вы лучше Завтра Все к нам Собирайтесь На литургию И побудете С нами Да С удовольствием Рядом Если было С великим С удовольствием Хорошо Все свои Тишина Порядок А это Вчера Одной женщине Разрешили Прийти Так она Еще и дома Плакала Какой порядок Я такого Не видала Никогда Это Был Валент Император Орианин Ну и как-то Он самый Такой Шумный Праздник Это богоявление Там Вода Разливать И он Зашел Когда увидел Какой порядок И говорит Я у себя Ни в одном Храме Такого Не видал Как у Василия Великого Ну что 10 минут Давайте Еще Позанимаемся 12 минут Осталось Не против 1 Петра 1 Петра 1 глава 18-19 стих Зная 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 Нетленным Серебром Или Золотом Искуплены Вы От Суетной Жизни Преданной Вам От Отцов Но Драгоценную Кровью Христа Как Непорочного И чистого Агнца Римлянам 3 глава 23-25 стих Потому Что Все Согрешили И лишены Славы Божией Получая Оправдание Даром По Благодати Его Искуплением Во Христе Иисусе Которого Бог Предложил Жертву Милостивления В крови Его Через Веру Для Показания Правды Его В прощении Грехов Соделанных Прежде Евреям 9-28 Так И Христос Однажды Принеся Себя В жертву Чтобы Подъять Грехи Многих Во второй Раз Явится Не Для Очищения Греха А Для Ожидающих Его Воспасения Прок Исайя 53-4-7 Он Но он Взял На себя Немощи Наши И Понес Наши Болезни А мы Думали Что он Поражаем Наказуем И Уничижен Богом Но он Изъязлен Был За грехи Наши И Мучим За беззаконие Наши Наказание Мира Нашего Было На нем И Ранами Его Мы Исцелились Все Мы Блуждали Как Овцы Совратились Каждый На свою Дорогу И Господь Возложил На него Грехи Всех Нас Он Истезуем Был Но Страдал Добровольно И Не Открывал Уст Своих Как Овца Веден Был Он На заклане И Как Агнец Предстригущим Его Безгласен Так Он Не Отверзал Уст Своих То есть Порок Исайя Задолго До Этих Событий Задолго Придрек Смерть И Воскресение Христа И Еще С Десятого По Двенадцатой Стихи Но Господу Угодно Было Поразить Его И Он Предал Его Мучению Когда Даже Душа Его Принесет Жертву Милостивления Он Узрит Потомство Долговечно И Воля Господня Благоуспешно Будет Исполняться Рукой Его На Подвиг Души Своей Он Будет Смотреть С Довольством Через Познание Его Он Праведник Раб Мой Оправдает Многих И Грехи Их На Себе Понесет Посему Я Дам Ему Часть Между Великими И Сильными Будет Делить Добычу За То Что Предал Душу Свою На Смерть И К Злодеям Причтен Был Тогда Как Он Понес На Себе Грех Многих Из-за Причтен Преступников Сделался Ходатаем Открыт Доступ Для Всех Грешников К Святому Богу Евреям 10 глава 14 по 23 стихи Ибо Он Одним Приношением Навсегда Сделал Совершенными Освещаемых А Семь Свидетельствует Нам И Дух Святый Ибо Сказано Вот Завет Который Завещаем После Тех Дней Говорит Господь Вложу Законы Мои В сердца Их И в Мыслях Их Напишу Их И грехов Их И беззаконий Их Не вспомяну Более А где Прощение Грехов Там не нужно Приношение За них Итак Братья Имея Дерзновение Входить В Освятилище Посредством Крови Иисуса Христа Путем Новым И живым Который Он Вновь Открыл Нам Через Завесу То есть Плоть Свою И Имея Великого Священника Над Домом Божьим Да Приступаем С искренним Сердцем С полной Верою Краплением Очистив Сердца От Порочной Совести И Омыв Тело Водою Чистую Будем Содержаться Исповедания Упования Неуклонно Ибо Оверен Обещавший Может Вопросы У кого Появились Я думаю Следующий Перекор Не стоит Начинать Так Так Ну Здесь Наталья Что-то Прочитала Наталья Ну Что Братья Нет вопросов Будем Молиться Расставаться Давайте Помолимся Ангел Благодаря Благодаря На Тебе Воссия Ликуй Ныне Веселись А Се Оне Ты Жи Чистая Красуя Богородица А Восстание Рождества Твоего Так Ну Желающие Помолиться Давайте Кто Завершайте Дмитрий Лемеш Давай Молись Обозвольте Мне Я Сочитаю Как раз таки Молитву Из Ветхого Завета Давай А Вы Кто Нибудь Потом Догадайся Откуда Это Хорошо Слышно Меня Да Благословен Бог Вечно Живущий Благословен Царство Его Ибо Он Наказует И Милует Не Вводит До Ада И Возводит И Нет Никого Кто Избежал До От Руки Его Сыны Израева Прославляйте Его Преязычниками Ибо Он Рассеял Между Ними Там Возвещайте Величие Его Превозносите Его Под Всеми Живущими Ибо Он Господь Наш И Бог Отец Ваш Во Все Веки Накажет Нас За Неправды Наши И Опять Помилует И Соберет Нас Во Всех Народов Где Бо Вы Ни Были Рассеяны Между Ними Если Вы Будете Обращаться К Нему Всем Сердцем Вашим И Душой Вашей Чтобы Поступать Прид Ним Поистине Тогда Он Обратится К Вам Не Скроет От Вас Лица Своего Увидите Что Он Делает С Вами Прославляйте Его Всеми Злаговыми Уст Ваших И Богославляйте Господа Правды И Превозносите Царя Веков В земле Пленам Моего И Прославляю Его И Проповедую Силу Величию Народу Грешников Обратитесь Грешники И Делайте Правду Прид Ним Кто Знает Может Он Благоволит О Вас И Окажет Вам Милость Превозношу Я Бога Моего И Душа Моя Небесного Царя И Радуется Обелич Его Пусть Все Возвещает О Нем И Прославляет Его В И И Русалим Город Святый Он Накажет Тебя За Делов Сынов Твоих И Опять Помилует Сынок Праведных Славь Господа Усердно Благословляет Царя Веков Чтобы Снова Соружена Бала Скини Его В Тебе С радостью Чтобы Он Возвеселил Среди Тебя Пленных И Возлюбил В Тебе Несчастных Во все Роды Веков Многие Народы Придут К имени Господа Бога Дарами В руках Дарами Царю Небесному Роды Родов Восхвалят Тебя С воскресанием Радостными Проклятся Все Ненавидящие Тебя И Благословенны Все Будут Вовеки Любящие Тебя Радуйся И Веселись О сынах Праведных Ибо Они Соберутся И будут Благословлять Господа Праведных О Блаженны Любящие Тебя Они Возрадуются О мире Твоем Блаженны Скорбевшие О всех Бедствиях Твоих Ибо Они Возрадуются О Тебе Когда Увидят Всю Славу Твою Ибо Иерусалим Отстранен Будет Из Сапфира Из Маргада И Из Дороги Камней Стены Твои Башни И Укрепления Из Чистого Золота И Площади Иерусалимские Высланы Будут Берилом И Анфраксом И Камнем Из Афира На Всех Улицах Его Будет Раздаваться Аллилуйя И Будут Словословить Говоря Благословен Бог Который Превознес Иерусалим На Всем Веке Иисус Христос Воскрес Братья Воистину Воскрес Воистину Воскрес Воистину Воскрес Воистину Воскрес Всех Иисус Братья